всем привет меня зовут вероника и сегодня для вас подготовила очень простые слитки они вяжутся очень просто но выглядят очень красиво и эффектно на ножки сидят отлично в данных слитках идет два шва один шов по подошве но шов смотрите совсем незаметный без каких-либо выпуклости ножки никакого дискомфорта вашей не принесет и 2 шов по мазку данные слитки я вязала из пряжи alizella на год classic метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров состав 51 процента корилла 49 процентов шерсти вязала спицами номер три с половиной миллиметра прежде чем приступать к вязанию вот таких вот замечательных слитков давайте разберемся с принципом их вязание чтобы вы по данному видео могли связать эти слитки на любой размер ножки слитки вяжутся из такой вот заготовки смотрите можно их связать однотонные можно несколько цветов взять как в моем случае два цвета а можно и больше цветов это на ваше усмотрение получается я вижу свои слитки на размер ножки 37 но так как полотно хорошо тянется мои слитки подойдут на размер ножки от 36 до 38 ширина заготовки должна получиться у всех 10 сантиметров поэтому так как плотность вязания у всех разное могут быть спицы пряжи разное добавляем вот здесь вот петли до тех пор пока у вас не получится 10 сантиметров ширина вашего полотна я в данной заготовочки добавляла петли начиная с трех петель и добавляла до 17 петель и именно 17 петель у меня составили 10 сантиметров ширину моей заготовки если вам допустим мало этого количества петель либо много вы регулируете под свою плотность вязания по длине здесь надо рассчитывать для каждого размера длину смотрите так как я вижу свои слитки на размер ножки 37 я сбоку оставлю таблицу где для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы для размера 37 соответствует длина стопы 23 с половиной сантиметра но так как следок идет как с одной стороны так и со второй поэтому я 23 с половиной сантиметра умножить на 2 и это у меня получается 47 сантиметров я от 47 сантиметров отнимаю 6 сантиметров на растяжение чтобы у нас хорошо слитки сидели на ножке и никуда не спадали и это получается 41 сантиметр поэтому длина моей заготовочки должна быть 41 сантиметр но так как вот эти вот острые уголочки не входят в длину нашего слитка меряем не от самого уголочка отступаем примерно вот один ряд мои слитки как я и рассчитала получились 41 сантиметр если мерить от самого уголочка начала до самого конца это получается 42 сантиметра я эти 42 сантиметра делю на две части так как вот у меня одна часть и 2 должны быть равны и у меня получается что каждым цветом я должна провязать 21 сантиметр вы рассчитываете все расчеты под свой размер ноги получается сначала мы добавляем петли затем вяжем обычным ровным полотном и в конце мы убавляем петли надеюсь что принцип вязания данных следков вам понятен и ясен берем пряжу спицы иголочки для сшивания следков крючок и приступаем к вязанию вместе со мной обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать 3 петли кончик оставляйте чуть чуть по длине и чтобы этим кончиком сшить один из швов наших первую кромочную петлю я снимаю не провязывая провязываю 1 лицевая и последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей это у нас был установочный нулевой ряд он шел у нас по изнаночной стороне переворачиваю вязание на лицевую сторону первую кромочную петлю я снимаю далее обвиваю пальчик рабочей ниточкой и делаю вот таким вот образом накид провязываю 1 лицевая петля и перед последней кромочной петлю я также делаю второй накид обвиваю пальчик рабочей ниткой и набрасываю вот эту вот петельку на правую спицу последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночные получается мы делаем накиды после первой кромочной петли и перед последней кромочной петлей в каждом лицевом ряду переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю накид и провязываем лицевой скрещенной за верхнюю стеночку петли короткую далее провязываю 1 лицевая и далее обратно у нас идет накид я его провязываю за короткую верхнюю стеночку лицевой скрещенный последняя кромочная петля провязывается изнаночной третий ряд идет по лицевой стороне поэтому в третьем ряду мы с вами делаем еще 2 накида первую кромочную петлю я снимаю не провязывая сразу после первой петли я делаю накид обвиваю рабочей ниточкой наш пальчик и вот эту вот петлю набраться вы на правую спицу далее вяжу все петли лицевыми до последней кромочной петли и перед кромочной последней петлю я делаю 2 накид кромочную петлю провязываю изнаночной 4 изнаночный ряд первую кромочную петлю я снимаю накид провязываю за верхнюю стеночку лицевой скрещенный далее все петли вяжем лицевыми до следующего накида накид провязываю лицевой скрещенный за верхнюю стеночку последнюю кромочную петлю провязываю изнаночный лицевой ряд первую кромочную петлю я снимаю сразу после 1 кромочной петли я делаю накид вяжу все петли лицевыми до последней кромочной петли перед последней петлей делаю обратно накид и провязываю эту петлю изнаночный изнаночный ряд первую кромочную петлю я снимаю накид провязываю лицевой скрещенный далее провязываю все петли лицевыми до накида накид лицевой скрещены и последняя кромочная петля вяжется изнаночной на протяжении всего вязания и таким образом чередуя лицевой и изнаночный ряд я буду продолжать добирать петли пока у меня на спице не получится 17 петель 17 петель у меня будут составлять в ширину 10 сантиметров если у вас другая плотность вязание добавляйте петли до тех пор пока у вас ширина не получится 10 сантиметров получается в лицевом ряду мы добавляем две петли после первой кромочной петли мы делаем накид и перед последней кромочной петлей мы делаем накид изнаночные ряды мы вяжем без добавления петель накиды провязываем лицевыми скрещенными я прибавила петли пока у меня на спице не получилось 17 петель чередуя лицевой и изнаночный ряд прибавление петель у меня составила четыре с половиной сантиметра обязательно запоминайте вот это вот расстояние сколько у вас получилось чтобы в конце вовремя начать убавление петель и далее я буду обычным ровным полотном продолжать вязать пока не вывяжу необходимое количество сантиметров по моим расчетам я должна синим цветом провязать 21 сантиметр вместе с прибавлениями петель получается первая кромочная петля снимается и далее все петли провязываю лицевыми последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей переворачиваем вязание на изнаночную сторону и изнаночные ряды вяжем так же как и лицевые первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее вяжу все петли лицевыми последняя кромочная петля провязывается изнаночные и вяжем так далее получается все петли вяжем лицевыми как в лицевом так и в изнаночном ряду первая петля постоянно будет сниматься последняя постоянно будет провязываться изнаночной петлей получается вместе с прибавлениями петель я буду вязать до тех пор пока у меня вот это вот полотно не получится 21 сантиметр вы вяжете столько сантиметров сколько рассчитали в самом начале видео для своего размера ноги я провязала необходимую длину ниточкой синего цвета рабочую нить мы обрезаем и далее будем присоединять ниточку второго нашего цвета ширина моей заготовки как я и говорила 10 сантиметров длина 21 сантиметр вторую половину наши заготовки я буду вязать ниточкой персикового цвета получается как мы помним четыре с половиной сантиметра это наше прибавление петель заняла и далее 16 с половиной сантиметров я провязала обычным ровным полотном и далее мне также нужно провязать 21 сантиметр сейчас я получается провяжу 16 с половиной сантиметров обычным ровным полотном как мы делали это голубым цветом и оставшиеся четыре с половиной сантиметра я оставлю на убавление петель чтобы вам проще было ориентироваться можете посчитать сколько у вас платочных дорожек провязана ниточкой первого цвета в моем случае это голубым цветом столько же вам платочных дорожек нужно провязать ниточкой получается второго цвета у меня это будет персикового цвета прикладываю нитку персикового цвета узелков и никаких не завязываю просто вот этих вот два кончика спрячем по изнаночной стороне самостоятельно первая кромочная петля так как у нас идет смена цвета я провяжу ее лицевой и далее как обычно все петли мы провязываем лицевыми последняя петля кромочная провязывается изнаночной переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю и далее я провязываю все петли лицевыми последняя кромочная петля провязывается на протяжении всего вязания изнаночной петлей и таким образом я продолжаю вязать далее получается ниточкой персикового цвета я провяжу 16 с половиной сантиметров либо можете посчитать сколько у вас получилось платочных дорожек в моем случае до убавления петель у меня провязано 28 платочных дорожек встретимся когда вы вяжем обычным ровным полотном вот эту вот часть персиковым цветом я вывязала 16 с половиной сантиметров ниточка персикового цвета либо 28 платочных дорожек также как и у меня получалось ниточкой голубого цвета и сейчас получается нам осталось четыре с половиной сантиметра вырезать это наше убавление петель первый ряд убавления петель первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее две следующие петли я провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки далее вяжу все петли лицевыми не довязывая 3 петли до конца ряда у нас на левой спице осталось 3 петли я первую и вторую петлю также провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки последнюю петлю провязываю изнаночный так как она у нас кромочная получается мы с вами убавили петли сразу после 1 кромочной петли и перед последней кромочной петлей второй ряд по изнаночной стороне первую кромочную петлю я снимаю и далее я провязываю все петли лицевыми последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей третий ряд первую кромочную петлю я снимаю вторую и третью петлю я провяжу 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки и далее я вяжу все петли лицевыми не довязывая до конца ряда 3 петли у меня на левой спице осталось 3 петли я первую и вторую петлю провязываю 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной 4 изнаночный ряд первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываю все петли лицевыми последняя кромочная петля вяжется изнаночные получается в лицевом ряду мы убавляем одну петлю в начале ряда и вторую петлю в конце ряда перед кромочной петлей провязывая по 2 петли вместе каждом изнаночном ряду мы никаких убавлений не делаем просто провязываем все петли лицевыми за исключением кромочных и таким образом чередуя лицевой и изнаночный ряд мы убавляем далее пока у нас не останется на спице 5 петель далее будем убавлять петли вместе у меня на спице сейчас 5 петель получается первую кромочную петлю я снимаю следующие две петли я провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки далее провязываю 1 лицевая петля и кромочную провязываю изнаночной петлей сейчас получается идет изнаночный ряд и у меня на спице располагается четыре петли я первую кромочную петлю снимаю следующие две петли провязываю вместе одной лицевой за правые верхние стеночки и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной переворачиваем вязание на лицевую сторону первую кромочную петлю я снимаю вторую провязываю лицевой третья кромочная петля провязывается изнаночной и сейчас в изнаночном ряду я провяжу эти три петли вместе первую кромочную петлю я снимаю следующие две петли я провязываю вместе одной лицевой петлей и первую набрасываю петлю на вторую и у нас на спице располагается сейчас одна открытая петля далее вот эту рабочую ниточку я обрезаю чуть больше чтобы сшить подошву этой ниткой далее вытягиваю рабочую ниточку и петельку нашу затягиваю мы получается связали с вами полностью нашу заготовку для слитка вот это вот заготовочка должна у нас сейчас получится от самого кончика начала до самого конца 42 сантиметра как мы и рассчитывали но так как кончики у нас уйдут в шов мы меряем на петлю дальше и вот это вот расстояние получается 41 сантиметр и после того как мы связали полностью всю нашу заготовку мы ее должны сшить складываем нашу заготовку получается изнаночная сторона идет вовнутрь лицевая снаружи получается чтобы голубая сторона у нас была голубой вот этой стороне мне надо сшить именно вот этот шов и тогда вот голубая сторона будет располагаться голубой получается персиковая снаружи будет идти так как и в первом нашем случае в иголочку с широким ушком вдеваем вот эту вот нашу персиковую нить и будем сшивать шов по подошве именно вот этот вот шов по подошве будем сшивать за кромочные петли вводим иголочку в кромочную петлю за две дужки в противоположную сторону и получается мы соединили вот эти вот две страны теперь в персиковую часть возим иголочку за две дужки кромочные петли получается с изнанки на лицо с одной стороны и также со второй стороны с изнанки на лицо изнанка располагается у нас внутри и вот таким вот образом мы сшиваем с одной стороны снизу вверх со второй стороны снизу вверх с одной стороны получается за две дужки кромочные петли сшиваем нашу и так далее сшиваем таким образом вот этот вот весь шоу в конце когда у вас останется 6 петель с одной стороны 3 петли и с другой стороны 3 петли покажу как далее сшивать шов я получается сшила весь шов до того момента пока у нас вот здесь не осталось 6 петель смотрите каким образом мы далее будем сшивать продеваем иглу во все шесть петель по кругу выводим иголочку на изнаночную сторону и просто вот этот вот кончик стягиваем вот такой вот шов у нас красивый аккуратно получился пяточка вот такая вот закругленная ничего острого здесь нету с изнаночной стороны тоже смотрится все красиво и аккуратно далее вот этот вот розовый кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно далее маркером отмечаем примерно 11 сантиметров это вот это вот отверстие куда должна проходить ваша ножка и получается вот этот вот весь шов мы должны также с вами сшить если вдруг этого расстояния вам много тогда можете сшить немножко больше получается я в дело иголочку тот кончик который мы оставляли в самом начале когда набирали 3 петли и теперь смотрите каким образом мы будем сшивать именно вот этот вот шо получается мы его сшиваем не за кромочные петли как сшивали первый нашел а вот эти вот дужки которые располагаются сразу за кромочной петлей дужки от платочных дорожек как с одной стороны также со второй стороны получается вводим в дужку вот эту вот от платочной дорожки с одной стороны иголочку вводим снизу вверх и со второй стороны с одной стороны снизу вверх вводим иголочку и также со второй стороны с одной стороны задушку которая располагается сразу за кромочной косичкой со второй стороны и таким образом мы сшиваем до нашего маркера которым мы отметили нужное нам расстояние для сшития шов получается аккуратный совершенно незаметный встретимся когда сошьем равномерно весь шов до маркера и у нас вот это вот расстояние получится 11 сантиметров от маркера до пяточки не сшитая я сшила вот таким вот образом весь шов далее выводим эту нить на изнаночную сторону закрепляем и обрезаем на данный момент а таким вот образом смотрится наш следок далее я сделаю обвязку крючком для этого сейчас берем ниточку я в моем случае возьму белого цвета выберите ту которая вам хочется и крючок примерно 3 3 с половиной миллиметра обвязку я буду начинать вот с этой части ввожу крючок сверху вниз подхватываю нашу рабочую ниточку и у нас на крючке образовалась вот такая вот петля далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок у нас на крючке уже две петли и далее мы эти две петли между собой соединяем у нас получаются столбики без накидов и таким образом мы должны обвязать полностью по кругу наш следок получается ввожу крючок в следующую кромочную петлю подхватываю рабочую ниточку и соединяю между собой вот эти вот две петли ввожу крючок подхватываю рабочую ниточку и соединяю две петли и вот таким вот образом мы обвязываем наш следок обвязывайте не сильно туго чтобы вот эта обвязка не стянула ваш край слитка получается обвязываем по кругу встретимся вот в этом месте где мы начинали я обвязала по кругу полностью наш следок и сейчас таким же образом я сделаю второй круг обвязки ввожу крючок уже за две дужки вот кромочные косички уже белого цвета подхватываю рабочую ниточку и соединяю две петли таким же образом только вводим уже крючок за две дужки вот кромочные косички белого цвета в моем случае в каждую кромочную петлю вводим крючок и обвязываем таким же образом второй круг вот таким вот образом получается обратно встретимся вот в этом месте когда закончим полностью второй круг обвязки вот я закончила второй круг обвязки разровняем наш край рабочую ниточку обрезаем вытаскиваем ее вот таким вот образом далее прячем по изнаночной стороне самостоятельно эту нить вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок что касается цветочка можете использовать вместо цветочка любое украшение которое вам нравится получается можете в пуговичку можете брошку сюда сделать можете оставить вот в таком виде если вас заинтересовал именно вот этот вот цветочек пишите в комментариях я обязательно сниму подробный мастер класса как сделать вот именно такой вот цветочек данный цветок можно отрегулировать в размерах сделать меньше либо больше если вам понравился данный мастер-класс по таким вот чудесным следкам поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока